всем привет это александр stories for us невыданная история невыданных иммигрантов и это рубрика видео drive приветствую всех еще раз давно не записывал никакие ролики потому что обычная жизненная рутина а объясню почему люди которые привыкли к одному образу жизни и поддерживают его на протяжении многих лет не замечают как быстро летит время во всяком случае для нас время летит очень быстро и постоянно нужно что-то делать постоянно нужно стремиться к новому дом достижения и как-то жизнь вот так проходит очень быстро особенно вот эти я сказал уже 55 лет ну что буквально через несколько месяцев будет пять лет как мы находимся в сша время летит ради этого мы приехали сюда строить наше будущее новую жизнь и стремиться постоянно к новым новым достижениями от новым целям сегодня вторник и обычное утро обычная дорога на работу многим уже в принципе привычные данные пейзажи все пасмурно но это не означает что у нас собирается дождик или что-то подобное буквально к обеду будет светить солнышко и будет жарко сейчас у нас жаркие дни порядку около 20 8 градусов огнем солнечно а вот с утра вот такая облачность а все потому что мы находимся близко к океану а то есть это вдоль океана такая полоса облачности идет и даже тумана что создает такое ощущение что пасмурно облака и так далее так сегодняшняя тема о чем я хочу сегодня поговорить много чего в принципе уже накопилось и хотелось бы тоже обсудить но я сегодня не буду рассказывать обо всем слишком долго займет времени я просто хочу поговорить еще раз по школе потому что вот к примеру мы поменяли место жительства значит и школа поменялись поэтому есть чем сравнивать и сравнивать есть довольно таки очень много я бы сказал аспектов моментов это очень важно потому что а те люди которые приезжают сша иммигранты которых есть семьи вопрос устройство ребенка в школу стоит очень точнее он очень актуально поэтому необходимо знать все моменты я бы сказал даже больше что место жительства нужно определять именно исходя из условий в школе это очень важно и это я понял после того как я переехал а в другой город и частности где я живу сейчас это город ирвайн поэтому это очень важно не всегда конечно же получается так как хочешь твое желание совпадает с твоими возможностями но во всяком случае нужно постараться стараться стараться а чтобы все что необходимо было заранее продумано и хотя бы часть чего-то подготовлены школы 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 это то место где ребенок ваш ребенок будет проводить я бы сказал большую часть времени это 5 дней в неделю а с 8 часов утра примерно до 2 часов дня в соответствии от дни недели есть дни более короткие есть дни более я бы сказал я бы сказал ну да полчаса ну да полчаса бы на полчаса длиннее естественно школа начинается раньше чем в наших странах в 8 часов к примеру мой ребенок должен быть в школе в районе в 7.45 в 7.45 в 7.45 начинается как сказать постройка они во дворе в линии становятся их встречает каждый учитель каждого класса и они заходят в школу ну таким образом начинается утро ребенка ну а далее конечно же уже учеба школьная программа очень интересная в плане того что дети в раннем возрасте изучают то что мы в наших странах изучали в более поздних классах это немножко было конечно же сюрпризом поначалу но уже ко всему привыкли и в принципе понятно почему это происходит большой упор идет на внимание ребенка некоторых так сказать геометрических очень много встречается постоянно геометрических задач и математика мой ребенок в четвертом грейде будет уже в следующем году в пятом грейде у Ален примерно шестому классу и я замечаю что задать задачки довольно таки я бы сказал нелегкие но иногда даже приходится напрячься мне супругой чтобы решить задачку или вопрос а так в принципе и конечно же школа я школа и и еще мне нравится тот момент что в школе очень много уделяется искусству музыке и арт искусству поэтому ваш ребенок в принципе не останется вам не нужно отдельно что-то будет платить чтобы устраивать ребенка какой-нибудь кружок ребенок будет занят уже в школе какой тип это зависит от района опять же и от того к чему ваш ребенок тянется к примеру в том районе где мы живем большой упор идет струнами инструмента и на первом месте это скрипка поэтому ребенок мой играет на скрипке хотя есть гитара виолончель и все остальное немножко должен был сосредоточиться на смене полос все таки скорость немалая и не хочется потерять внимание в принципе все нормально и знаете момент интересный тот что хотите ли вы или не хотите ваш ребенок обязан заниматься музыкой в школе это по-английски manager это обязал вот этот момент в принципе очень радует потому что школа обязывает ребенку заниматься искусством это очень хорошо для его будущего понятие искусства уже что-то само великое и это действительно естественно для вас для меня как родитель это дополнительные расходы на покупку музыкального инструмента обслуживание ну в принципе я бы сказал все все остальное делает школа обучает вашего ребенка выступает на концертах на концерт приезжают люди с больших большие таки скажем исполнители дирижеры известные по всей стране и постоянно у них всяческие концерты и выступления перед с жителями нашего района я конечно же честно сказать рад тому моменту что мой ребенок занимается музыкой поначалу было конечно же трудновато но ребенок привык и уже в своем вот таком возрасте играет на скрипке и всячески интересуется это что касается искусства и кружков то есть кружки будут абсолютно разные всегда можно найти какой-нибудь подходящий кружок к примеру в них жили где в старом районе в Тарзане в Лос-Анджелес никакой обязаловки обучения искусства в школе не было по большому счету я бы сказал даже так несмотря на то что это Америка что было наплевательское отношение к ребенку случалось так что дважды мой ребенок оставался один дело в том что дети не выпускают из школы и потом понятие что ребенок остается на улице один ребенок остается внутри школы в закрытом пространстве он огорожен от улиц и внешнего мира но факт того что ребенок в школьном дворе один а люди которые ответственные в это время сидят пьют кофе и лазят в фейсбуке конечно же этот момент очень сильно наплёк меня как отца и пришла жаловаться директору школ сигнал был принят но ничего не изменилось потому что бюрократия она есть бюрократия люди те по прежнему работают дети по прежнему остаются а всего лишь на на всего лишь надо было позвонить либо мне либо супруге и сказать что школа закончилась на 40 минут раньше и приезжаете естественно они это их не обязанность они звонили но пропустили наш телефон поэтому естественно никто не пришел забрать ребенка ребенок со слезами на глазах на улице в школьном дворе стоял до тех пор пока приехала наша подружка которая приехала на 15 минут раньше чтобы забрать своего сына которая получила звонок и тут же позвонила супруге мне очень сильно не нравилось школе в Лос-Анджелес Каунти опять же в том районе где мы жили я не знаю я не буду говорить за все Каунти я не буду говорить за все остальные школы я говорю пример того что я лично имел дело с чем отношения конечно же не на высоком уровне хотя район был абсолютно неплохой довольно таки серьезный уровень школы был рейтинг школы был не худший но вот такие моменты все таки они случаются к сожалению но случается поэтому при уборе школы при уборе места жительства всегда обращайте внимание на рейтинг школ слава богу это делать очень хорошо потому что есть интернет есть отличные отличные ресурсы где можно это все смотреть на сайтах где вы ищите жилье всегда есть рейтинг школы уровень криминала в данном районе и куча всей информации которая не должна остаться незамечена если вы выбираете место жительства съем квартиры и так далее потому что сайты такие как крейглист не дают вам никакую информацию кроме голой цены и фотографии того объекта который вы хотите рендовать я бы не делал на упор на данный сайт если вы семейный человек вы всегда можете сравнить цены но прежде чем вы будете снимать жилье всегда обращайте именно на этот момент и это касается исключительно тех у кого есть семья у кого есть дети ведь безопасность уровень образования и знаете порой не хочется тратить нервы на какой-то пустяк который в Америке должен был быть должен учтен всегда правильно поэтому надо быть немножко посмотреть на эту на эту проблему с другой стороны на самом деле это конечно же никакая и не проблема абсолютно просто надо знать уверен быть себе и решить проблемы сразу или же просто совместить допустим некоторые моменты дело в том что почему жительство и школа должны знать что радиус действия школы ограничен вы не можете жить в хорошем районе а ребенка а точнее жить в дешевом районе с плохой школой а отвозить ребенка в хорошую школу в другом районе это совершенно не работает можно обойти этот момент нелегальным путем я не буду говорить никаких нелегальных путей а те не есть я буду говорить о легальном варианте находясь по такому-то зип-коду вы знаете что такое зип-код в данном городе вы ограничены определенным радиусом которому подчиняется школу каким радиусом тут я вам не скажу потому что нет никакого точного круга как сказать взять цирк и провести круг нет такого района поэтому вся информация есть опять же на тех же самых сайтах то есть кликая по вашему району по вашему адресу программа показывает зона действия какой школы какой рейтинг школы или уровень криминала в данном районе все очень просто отнимает от вас я думаю этот вопрос исчерпан добавить больше нечего потому что все предельно ясно веб-сайты любые веб-сайты по съему жилья крупные это trulia.com и тому подобные которые есть которые крупные сайты на маркете продажа рента и недвижимости всегда имея данные скажем поиск по школам районам криминал даже в магазины и так далее все оно там и есть поэтому это будет абсолютно не проблема найти эту информацию далее как что делать если нет возможности забирать отвозить ребенка есть четыре вида решения данной проблемы первое это у вас ближайший родственник который живет с вами забирать и отвозить ребенка конечно же если оба работают или в семье один конечно же эта проблема она остается далее переходим ко второе второе это бебиситер то есть бебиситерство в Америке очень сильно распространено я скажу по своему опыту у нас была ситуация когда мы оба работали у нас больше никого нет поэтому естественно ребенка нужно забирать и с ребенком нужно находиться до момента когда мы закончим нашу работу в нашем варианте была ситуация такая я работал с 9 часов до 5 часов а касается день а моя супруга работала с 3 часов дня до 11 часов ночью поэтому ребенка забирать было просто физически нереально поэтому у нас был бебиситер но это не бебиситер в плане что он дома находится это такая компания как детский садик конечно же имеющая лицензию и наши соотечественники поэтому ты платишь определенную сумму в месяц человек который ответственный он забирает вашего ребенка со школы едет в школу на своей машине встречает ребенка забирает в детский садик который находится всем рядом как правило это всегда в пределах 5-10 минут из дома и кормит ребенка занимается домашним заданием обязательно делает все уроки и после этого в зависимости от возраста ребенка потому что знаете категории в детском садике может быть разные люди с киндергардена второклассники третьеклассники у них у каждого разрешения разное и к примеру киндергарден покушал сделал уроки и правил уроков никаких нет и ребенок пошел спать а если там ребенок старше то конечно же здесь уже уложить ребенка нереально поэтому дети идут играются вот таким образом у нас есть ксани вы платили примерно около 500 долларов в месяц на заданную службу это было каждый день каждый день забирали ребенка а мы естественно отвозили потому что я до школы до работы отвозил ребенка в школу и ехал на работу забирал вот таким образом проблема решена если у вас есть в запасе отдельная сумма денег всегда вы найдете бейбиситтеров в вашем районе всегда вы найдете русскоязычных я бы сказал особенно в Калифорнии в Лос-Анджелесе это абсолютно не проблема условия очень хорошие потому что каждый человек забоится в своем рейтинге а рейтинг это значит больше детей а больше детей естественно больше заработок поэтому всегда можно найти альтернативы еще вот есть один вариант имейте ввиду что если у вас нет возможности отвозить ребенка в школу есть система службы автобуса это надо все узнать в текущей школе какие условия есть можете воспользоваться данной услугой или вы не можете использовать данную услугу из автобуса есть буквально ребенок уходит из апартмента из дома из комплекса и садится в автобус и автобус идет в школу также автобус в развозе детей по домам эта услуга есть она существует мы никогда не пользовались автобусами не было нужды поэтому я не могу сказать все тонкости как система работает но вы сможете эту информацию узнать в любой школе которая относится к вашему месту жительства также есть последний вариант это в школе есть специальные курсы потому что знаете вы не первые вы не последние кто не может забирать ребенка ввиду одной проблемой это работа потому что работать особенно в Калифорнии это жизненная необходимость без денег прожить здесь нереально работа всегда есть работа очень много это касается всех направлений поэтому очень много людей постоянно заняты и на трех работах чтобы повысить прибыль в семье поэтому естественно все время оно уходит только на это и с ребенком кто-то должен находиться есть определенная программа в школах когда это как типа продленки если провести параллель я бы сказал это наподобие продленки то есть школа с вашим ребенком занимается то же самое что делает дебиситер правда это стоит дешевле и ухаживать за ребенком в плане тоже делает домашнее задание ребенка кормят и это все делается за ваши деньги в этом плане ребенку намного это скучнее потому что с утра ребенок находится в школе и до самого вечера он также находится в школе немногие это выдерживают особенно отношение к ребенку не совсем на высшем уровне в плане того как делает бабиситер тем более наш соотечественник поэтому малая часть людей пользуются данной услугой или же большая часть не русскоязычного населения Калифорния я бы сказал это типичное решение проблемы для мексиканцев потому что мексиканцы они очень много работают потому что зарабатывают копейки у них 2-3 работы и как правило дети пользуются данными услугами потому что опять же те же самые бибиситеры и люди в школе они те же самые латинос и естественно ребенок находится в своей среде общается на испанском и конечно же общение с другими детьми оно более качественное чем мой ребенок знающий 2 языка находится в обществе незнакомого незнакомой культуры и общения поэтому здесь уже все строго зависит от вас как вы постараетесь потому что решение проблемы оно есть и поверьте что данная ситуация складывается у многих людей и проблема всегда решается вы знаете какие моменты вы знаете какие условия вы знаете как это дело можно решить поэтому надо все взвесить все за и против а все начинается с того какая школа потому что если вдруг вы ошиблись в выборе школы то проблемы только начинаются проблемы будут в будущем и нужно все обдумать хорошо сначала в принципе по данному моменту больше нечего добавить относительно с кем оставить от моего ребенка в школе или же дома то есть определяйтесь либо это будет программа непосредственно в школе типа по родленке либо это будет бибиситтер детский садик в котором будете платить деньги либо это будет еще вопрос решен либо вашим или же знаете даже я один еще момент упустил у нас были друзья и до детского садика мы просили друзей ну отношения с друзьями конечно же не основаны на на деньгах поэтому мы ничего не платили так как мы с супругой работали а наша подружка семьи она не работала все время находилась дома поэтому мы воспользовались этим моментом и она согласилась помогать конечно же не и на продолжительное и на долгое время а на определенный временный срок вот опять же проблема была решена понимаете всегда нужно найти решение из данной из сложившейся ситуации она забирала ребенка тем более то что дети были одноклассниками а дети находились дома вместе делали домашнее задание кушали ну и я уже после после работы заезжал и забирал ребенка домой то есть вот таким образом вы сходили с полуошади пользовались услугами наших друзей пользовались услугами киндергарден детского садика в принципе вот эти два варианта которые подходили окна ребенка мы завозили на в школу так как было удобно если у вас работа начинается рано конечно же это неудобно к примеру я сейчас выезжаю на работу порядка это в 7 часов утра а школа начинается в 8 поэтому я естественно уезжаю намного раньше чем ребенка нужно отвозить в школу и тут уже супруга возит ребенка и поэтому в принципе нашли выход из положения по утрам ну а забирает ребенка также супруга потому что здесь очень важно также если у вас что-то не складывается всегда можно найти альтернативу к примеру у супруга работает ночные смены специально чтобы у нас был вот такой график с ребенком представляете если бы она работала днем то у нас была опять проблема с детским садиком а так как работает ночью я приезжаю домой ребенок дома она уезжает на работу она приезжает утром со смены я уезжаю на работу ребенок опять идет в школу с мамой вот таким образом и я думаю это наилучший вариант когда вы взвесите все и определитесь в принципе давай добавить уже нечего медленно но верно я подъезжаю на работу дорога заняла примерно 25 минут особого трафика не было это типичный мой путь на работу в принципе уже год и два месяца прошло с момента когда я нашел эту работу мы переехали в новый город точнее произошла смена жилья не верится то что уже больше года для нас это как будто было вчера мы уже дважды второй раз подписали контракт первый раз когда мы снимали жилье второй раз когда мы поливали когда мы подписали контракт цена поднялась это типично вас завлекает низко ценой а потом уже в принципе когда вы обустроились то очень сложно съезжать ну я опять все продумал решил остаться в этом году ну а на следующий год уже буду заниматься покупкой жилья и во всяком случае планы поэтому если мы платили в течение прошлого года за нашу квартиру 1700 долларов сейчас та же самая квартира нам обходится в 2155 долларов на 400 а долларов стала стал рент выше месяц если вы хотите найти что-нибудь дешевле навряд ли это произойдет потому что в том же самом городе где мы живем цены опять точно такие же стандартные хочет или не хочешь они либо вы будете переезжать делать все с самого начала за ту же самую сумму либо вы будете никуда не уезжать сидеть дома и платить опять ту же самую сумму в этом плане конечно же мы решили что зачем все менять у нас все уже обустроено заработок позволяет платить поэтому в принципе лучше оно никуда не дергаться и до момента когда уже будет все определено тогда мы уже и будем конечно же думать о переезде и о покупке жилья ну а окей это был Александр Stories for Us неудобные истории неудобных иммигрантов мне нужно бежать на работу всего доброго и увидимся в следующих выпусках до... Nyis М Продолжение следует...